Сейчас слово предполагается господину Джону Гингу. Господин председатель, от имени госпожи Валерии Эймоса, заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи, мне хотелось бы сделать следующее заявление о гуманитарном положении на Украине. Год назад на Украине не было перемещенных лиц, а в настоящий момент в результате конфликта почти 1,1 миллиона были зарегистрированы как внутренние перемещенные лица. Более 100 тысяч из них за последние месяцы, и более 670 тысяч покинули страну и нашли убежище в соседних странах. Перемещение продолжается, так как приостановка боевых действий позволила им покинуть свои районы, а ранее они были заблокированы, там более 2 миллионов живут в зоне конфликта, не имея доступа к базовым услугам. 180 тысяч остаются в городе Горловка по сравнению с 276 тысячами до конфликта. Только 8 тысяч человек остаются в Докучаевске по сравнению с 30 тысячами до конфликта. В Дебальцево, где население до конфликта составляло более 25 тысяч, а сейчас остается менее 7 тысяч. 5 тысяч из этих людей, предполагается, живут в подвалах и бункерах, импровизированных бункерах. Господин председатель, 5 миллионов людей в стране сейчас нуждаются в гуманитарной помощи. 2 миллиона на территории, контролируемой правительством, и 3 миллиона на территории, неконтролируемой правительством. Приблизительно 1,4 миллиона людей не имеют доступа к здравоохранению. Те, кто по-прежнему живет в зоне конфликта, особенно в густонаселенных городских районах, сталкиваются с проблемой безопасности, возникшей в результате военной деятельности. Люди погибают, спасение жизни было прервано, доступ к банкам и наличности ограничен, продовольствия не хватает, оно становится все более дорогим, и беззаконие распространяется по стране. Господин председатель, мы приветствуем комплекс мер по осуществлению минских соглашений, однако по-прежнему призываем все стороны конфликта выполнить соглашение о прекращении огня от 15 февраля, защитить гражданских. Прекращение огня остается нестабильным, но оно позволило ограниченное, определенное увеличение гуманитарной помощи. Недавно 62 тонны гуманитарной помощи было доставлено в Донецк конвоем ООН 19 февраля. Среди этого были предметы гигиены, одеяло, теплая одежда, сгущенное молоко, питьевая вода. Несмотря на ограниченный гуманитарный доступ в этот район из-за соображения безопасности и административных проблем, к концу 2014 года гуманитарные сотрудники предоставили наборы для обеспечения здравоохранения 2,6 миллионам людей. Прививки были сделаны 30 тысячам людей, и продовольствие было предоставлено более 100 тысячам людей. Однако, несмотря на эти усилия, потребности намного превышают ту помощь, которая оказывается. Очень важно, чтобы гуманитарные сотрудники смогли получить доступ к тем, кто нуждается в помощи. Мы призываемся из стороны конфликта способствовать безопасному и беспрепятственному доступу для сотрудников, оказывающих помощь, и устранить все административные препятствия. Господин председатель, гуманитарный координатор Нил Уокер осуществляет координацию гуманитарной помощи учреждений ООН и национальных и международных НПО для того, чтобы обеспечить, чтобы помощь дошла до тех, кто в ней нуждается, и наиболее нуждается, чтобы этот процесс был эффективным и своевременным. Координационные структуры, включая группы по секторам, были созданы на Украине. Управление координацией гуманитарных вопросов присутствует в шести основных районах страны. Господин председатель, дополнительное финансирование для удовлетворения гуманитарных потребностей тех, кто столкнулся с этим конфликтом, срочно необходимо. Гуманитарный план Украины, который был начат 24 февраля, предполагает предоставление 316 миллионов для того, чтобы предоставить помощь 3,2 миллионам. Сейчас только 13 процентов, то есть 42,2 миллиона были либо получены, либо взяты обязательства. Мы благодарим государство-члены, которые внесли щедрый финансовый вклад. Самый большой вклад пока был предоставлен Соединённым Королевствам США, Европейской комиссии, Германии и Дании. Ряд государств, среди которых, прежде всего, Российская Федерация, предоставили материальную помощь существенную. Господин председатель, очень важно, чтобы миллионы гражданских людей, которые оказались в ловушке этого конфликта, многие из которых сталкиваются с насилием и тяжёлыми условиями жизни, должны получить возможность вернуться домой и должны получить доступ к услугам, которые позволят сохранить их жизни. Мы призываем все стороны конфликта уважать прекращение огня и покончить с насилием. Спасибо.